Несмотря на общее замедление темпов роста промышленности, обрабатывающий сектор продолжает показывать динамику. С начала года за 8 месяцев он вырос на 3%. Произошло это в том числе за счет производства готовых металлических изделий. Чаще всего для производства металлических изделий применяют сталь. Но в последнее время получил распространение и алюминия еще. Рост в секторе производства металлических изделий составил почти 19% в сравнении с предыдущим годом. Отечественные конструкции шли на нужды нефтяного, жилищно-коммунального и социально значимого блоков. Один из последних важных проектов – запуск современного завода с технологией индустриального модульного строительства. За 4 месяца было собрано 80% завода. Это наш главный корпус. Коробка, как говорят в народе. С начала этого года местные компании произвели металлоконструкции на сумму свыше 158 миллиардов тенге. Это больше, чем в аналогичный период прошлого года. Что отразилось на росте отрасли в разрезе обрабатывающей промышленности, где лидирует, как известно, все же автомобилестроение. Однако у производителей металлических изделий есть традиционно свой постоянный клиент. Практически все недропользователи Казахстана являются нашими стратегическими партнерами. И мы поставляем и производим для них металлоконструкции и строим объекты. По данным отраслевиков, местные металлические продукции и производство покрывают рынок на 60%. Из казахстанских конструкций создают архитектурные сооружения, строят дома, заводы. Изделия применялись и во время проведения международной выставки Экспо-2017. Над какими проектами работают сегодня казахстанские производители? Какую продукцию выпускают? Расскажем в новом выпуске программы «Промышленность». Металлоконструкции в Казахстане, по данным Комитета статистики, производят почти 2000 предприятий. Крупнейшие поставщики в стране – Карагандинская и Павлодарская области. Что вполне закономерно, если учесть, что в качестве основного материала чаще всего выступает сталь, а с недавнего времени и алюминий. То есть то, чем славятся эти регионы. К примеру, в городе Караганды занимается производством металлических изделий. Выпускают изделия ванны стальные эмалированные, поддон стальной эмалированный, мойка стальная эмалированная и так далее. Также в черной металлургии производят продукции, допустим, в Павлодарской области, трубы бесшовные, шар катаные, шар кованые, арматуры. Традиционной сферой применения металлических конструкций выступает строительство, где материал создает каркас важнейших объектов страны. Так, столичная водно-спасательная станция была возведена с применением отечественных изделий. Металлическая продукция каркасного типа использовалась при строительстве производственных объектов на территории нефтедобывающего предприятия. А, к примеру, для строительства этого завода в Нур-Султане, считающегося уникальным в своем роде, переработали порядка полутора тысяч тонн материала. Было установлено 216 железобетонных колонн. Построенный объект позволяет выпускать модульные блоки, то есть готовые комнаты в чистовой отделке. Основные металлоконструкции завода – это наша кровля и несущие каркасы. Также в компании были установлены колонны завода. И в данный момент вы наблюдаете, это вот наш разопалубщик, технологический процесс, тоже был собран из металлоконструкции завода. После того, как строящееся предприятие запустят на полную мощность, оно будет выпускать 500 тысяч квадратных метров жилья в год. Пока эта цифра в три раза меньше. Но и этих объемов было достаточно, чтобы продемонстрировать эффективность производства. С помощью уникальной технологии, индустриального модульного строительства, в столице всего за две недели возвели медицинский госпиталь для больных коронавирусом. Какие плюсы у нашей технологии? Самые основные три плюса – это скорость, качество и экологичность. За счет того, что у нас продукт на 80% будет уже реализован в условиях производства, мы сэкономим время. Тем самым, вместо положенных года-полтора мы будем за 4-5 месяцев реализовывать проекты. Данные блок-комнаты будут выезжать уже с производства на 80% готовы с чистовой отделкой. Отечественные металлоконструкции обеспечивают в том числе и нефтяной сектор – один из основных потребителей проката в списке значимых инфраструктурных проектов. При этом реализация инженерных идей оказывается возможной благодаря использованию в строительстве отраусского металла. Он применялся на западе страны. Куда всегда идут, что называется, самые разнокалиберные товары – от анкерных болтов до решетчатых настилов, используемых при строительстве производственных объектов, а также при расширении месторождения – тенгиз. Мы только за последний год приобрели более 300 тысяч тонн металлоконструкции различного ассортимента на сумму более 5 миллионов долларов США. На проекте будущего расширения было вовлечено более 30 местных производителей, которые изготовили различные емкостя, колонны оборудования, сосуды под давлением. Когда мы говорим об изделиях из металла, производимых в нашей стране, предполагается целый список необходимых в инфраструктурных проектах товаров. Кроме стальных каркасов, это сетки, канаты из стали, профили с разной формой, шайбы, гайки, болты, а также железнодорожные рельсы и строительные конструкции. В 2019 году был задействован проект по строительству завода по производству стальных сварных труб большого диаметра в городе Алматы. Также в 2019 году было задействовано строительство завода по производству оборудования для тепловых пунктов и внутренней разводки в городе Алматы также. Одно из старейших предприятий, входящее в группу компаний по выпуску изделий из металла, создавалось около 60 лет назад с определенной целью. Для индустриального развития стране необходимы были промышленные объекты, а чтобы их построить, требовалось запустить завод по изготовлению металлоконструкций. Делается это из металлопроката. Металлопрокат идет листовой и сортовой. После металлобработки проводится сборка конструкций. Производственная мощность завода – 35 тысяч тонн продукции в год. Предприятие изготавливает балки, колонны, решетчатые конструкции – важные составляющие для строительного сектора. Большая часть, а точнее 85% товара остается в стране. Остальное идет на экспорт. Из зарубежных в Узбекистан поставлялись металлоконструкции для ташкентского металлургического предприятия. Сейчас завод изготавливает металлоконструкции для золотоизвлекательной фабрики в Киргизии. Группа предприятий – крупнейшие производители изделий из металла. В год шесть заводов выпускают более 50 тысяч тонн продукции. Предприятие находится в Карагандинской и Жамбылской областях, городах Рудном, Павлодаре, Ускаменогорске, Шимкенте. Одним словом, там, где есть сырье. Одним из самых первых крупных проектов для местных производителей стал Байтирек – символ нашей столицы. Отечественные металлоконструкции шли также на создание местных промышленных объектов по добыче и переработке руды. Все объекты металлургического комбината с его основания были построены руками наших специалистов, наших монтажников. Новый вокзал Нурлыжол, объекты Экспо, социально значимые объекты – школы, заводы. Инфраструктурные объекты построены руками наших специалистов. По словам отраслевиков, своей продукции они обеспечивают порядка 60% внутреннего рынка. Остальная часть – за импортным поставщиком. Есть компании, которые привлекают извне металлоконструкции, приобретают. Некоторые западные проекты по требованиям, просто по стандартам. Металлоконструкции нашего производства не всегда подходили ранее. Сейчас, когда Казахстан перешел на европейские нормы строительства, сейчас мы уже входим в эти проекты. Более конкурентны стали. Да, действительно, бывают проекты, где к продукции местного производства подключают импортную. Но при разработке технических решений предпочтение все же отдается казахстанскому производителю. Чаще всего замещение происходит по тем видам товаров, которые в нашей стране не выпускают. В качестве примера некоторые объекты, которые были спроектированы в институте, это такие как водно-спасательная станция, медико-социальные учреждения, объекты, культуры, учреждения здравоохранения, образования, но и также, конечно, это многоэтажные жилые дома, где нашими специалистами применялся комбинированный подход, то есть применение металлических изделий и железобетона. На сегодняшний день, по данным Министерства индустрии, готовые металлические изделия в общем разрезе обрабатывающего сектора находятся на четвертом месте. Традиционно промышленность сформирует цветная и черная металлургия, машиностроение. А вот доля конструкции из металла равна всего 2%. При этом рост производительности отмечен на уровне 19%. В 2020 году планируется запустить проект по производству упругих клемм шурупа путевого для рельсовых скреплений в городе Павлодар. Ввод в эксплуатацию планируется примерно в четвертом квартале 2020 года. По данным Министерства индустрии, производство изделий показывает ежегодный рост, и практически по всем категориям число металлоконструкций увеличивается в два раза. Влияет на динамику в том числе и появление новых объектов промышленности, архитектурных проектов, а также расширение нефтяного сектора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова